В любом автомобиле обязан быть огнетушитель, но вот не каждый из них может помочь при тушении пожаром. К тому же не везде можно купить это устройство со знаком качества. В сентябре прошлого года обязательное лицензирование для продавцов средства пожаротушения отменено. Теперь реализовывать этот товар может каждый предприниматель. Подробности в материале нашего корреспондента Вероники Гамзюковой. Может ли огнетушитель быть опасным? Удивительно, но да. На ютюбе мы нашли видео, как в автосервисе в Калининградской области взорвался огнетушитель. Во время ЧП никто не пострадал. Еще один случай произошел уже на белорусской земле. Работник ЖКХ в Барановичах получил ожоги глаз в результате взрыва огнетушителя. Устройство взорвалось прямо в руках у мужчины. С чем это может быть связано? В сентябре прошлого года было отменено обязательное лицензирование на торговлю этими противопожарными средствами. Только за 1 март в Гомельской области спасатели выявили более 60 некачественных огнетушителей. Если вы купите именно такое средство пожаротушения, есть три варианта развития событий. Первый – оптимистичный. Вам повезет и огнетушитель сработает. Второй – он не сработает, но вы не пострадаете. Есть и третий – плачевный. Огнетушитель углекислотный. Если углекислотным огнетушителем пользоваться, то на выходе углекислота имеет температуру минус 70 градусов. Если лопнет или треснет шланг, или растроп, откуда выходит это огнетушище вещество, то можно получить обморожение рук. Так какой же конкретно огнетушитель приобретать? Здесь каждый решает сам. Главное – уделить этому время и подойти к покупке ответственно. Обратить внимание стоит на множество характеристик, начиная от сведений о сертификации и заканчивая датой перезарядки. Может попросить паспорт на огнетушитель, он прилагается каждому огнетушителю. Может попросить сертификат соответствия на этот огнетушитель. Может всего лишь посмотреть наличие знака соответствия на самом огнетушителе. То есть продавец может различными видами подтверждать соответствие огнетушителей. Далее на огнетушителе проставляется маркировка о том, что этот огнетушитель, какие вещества может тушить. Если есть манометр, мы обязательно должны проверить, нормально ли в нем давление. Дальше на огнетушителе мы видим, как им нужно правильно пользоваться, где его нужно хранить, в каких температурных погодных условиях. Следует обратить внимание о том, что испытывать и перезаряжать огнетушитель следует так, как написано на самом огнетушителе, на его маркировке. Вот в данном случае указано «испытывать и перезаряжать не реже в одного раза в пять лет». Вместе с сотрудниками МЧС мы поучаствовали в эксперименте. Наша бригада своими глазами убедилась, что будет, если случится возгорание, а огнетушитель окажется ненадежным. Для проверки берем 10 противопожарных средств разных марок. Половина из них имеет сертификат соответствия, половина нет. По легенде, у нас что-то загорелось в авто. Первый же огнетушитель радует нас белым порошком, который на вид как пыль. Но возгорание не тушит. Аналогичный результат у остальных четырех. Те, что были куплены со знаком качества, срабатывают на отличные и гасят огонь за считанные минуты. Кстати, в случае ЧП при сжигании мусора это тоже актуальный вопрос. Огнетушитель обязательно стоит иметь под рукой, если вы собрались сжигать мусор или сухую траву на своем участке. Мы рекомендуем комплектовать не только автомобили огнетушителями, но и свои жилища. Потому что безопасность должна быть не только в автомобилях, но и в своих личных домовладениях. Продавцы отмечают, что белорусы сейчас относятся к покупке огнетушителя с большей ответственностью. Всегда просят паспорт, средства, обращают внимание на отметку о сертификации. Правда, связаны это отчасти с требованиями прохождения техосмотра. При прохождении техосмотра российские огнетушители не соответствовали стандарту, поэтому их возвращали покупателям назад. Далее приходили покупатели белорусские, которые соответствуют стандартам. Я уже давно их продаю. Сначала продавал по лицензии, сейчас продолжаю продавать также белорусские огнетушители. Покупатели все довольны, по ним никогда проблем не было. Российские огнетушители мы не продаем, потому что они не соответствуют тем стандартам, которые белорусские требования предъявляют. На порталах автолюбителей тоже нашлась парочка лайфхаков. Один большой огнетушитель надежнее двух маленьких. В случае возгорания дорога каждая секунда. Вы же просто потратите время, пока отправитесь за вторым из расходово в первые. Если покупаете устройство со шлангом, оцените число витков на пластиковой втулке, к которой он крепится. Их всего 2-3, откажитесь от покупки. При тушении пожара такой шланг просто сорвет давлением. А еще помните пословицу «Скупой платит дважды». Лучше потратить средства, но купить качественный огнетушитель, который в случае пожара или ЧП станет вашим надежным помощником. Вероника Гомтикова, Валерия Копанько, Игорь Морищенко. Специально для программы «Де Факто».